Как избавиться от пробок на бульваре электроаппаратчиков в Чебоксарах, участок, который соединяет улицу Карла Маркска и президентский бульвар, небольшой, буквально 300 метров. Но в часы пик дорогу заполняют автомобили. Городская администрация предлагает возможные варианты решения проблемы. Какие именно, выясняла наша съемочная группа. Этот бульвар любит редкий автовладелец. Всего две полосы для движения по одной в каждую сторону. К тому же многие водители бросают здесь свои машины, сокращая и без того небольшое пространство для маневра. Неудобств много, но водители часто выбирают этот путь, чтобы выехать на президентский бульвар или в центр города. Кроме того, здесь расположены сервисный центр ВТВ-24, гостиница, гипермаркет. Так что водительская тропа сюда не зарастет. В часы пик на бульваре образуется пробка. Проблему хотят решить вариантов два. Первый – увеличить количество полос движения до четырех. На реконструкцию потребуется по предварительной оценке от 80 миллионов рублей. Вариант, который требует значительно меньше затрат – организовать одностороннее движение. В этом случае водители будут заезжать на бульвар электроаппаратчиков с президентского бульвара. Закольцуют движение по деловому проезду. Дороги, которые проходят между зданием Политехнического института и 52-м домом на Карла Маркса. На деловой проезд. Если ехать от Детского мира, скажем, то поворот налево там запрещен. Двойная сплошная. Как будут вопросы, это решатся. Помимо делового проезда есть еще другие улицы. Улица Дзержинского, например, да? Улица Ленинградская. И есть улица Огнеборцев. То есть, чтобы избежать поворота налево, естественно, мы не планируем разрешать поворот налево с Карла Маркса, потому что будут на самом деле создаваться аварийные ситуации. То есть попасть на бульвар электроаппаратчиков можно будет и по Огнеборцев. Учитывая дороговизну реконструкции, собравшиеся поддержали вариант с организацией одностороннего движения. Правда, посоветовали городской администрации обратить внимание на отдельные детали. Так, съезд с делового проезда на президентский бульвар достаточно неудобный для водителей. Делового проезда немножко уложить денег и срезать угол его примыкания к президентскому бульвару. Вот это, может, было бы как бы такое комбинированное решение, которое устроило бы город, ну, может быть, там, на десяток лет. Мы со стороны госавтоинспекции поддерживаем любые начинания местного муниципалитета по улучшению организации дорожного движения. Ну, хотелось бы, чтобы они, конечно, в дальнейшем перерастали все-таки в расширение, а не просто в организацию какого-то движения на определенном участке. Возникает вопрос и с тем, где водители смогут оставлять машины. Как отметил Олег Белов, в этом году планируется сделать на деловом проезде зону платных парковок. Стоянки есть у некоторых торговых центров и офисных зданий. Бросить же автомобиль прямо на дороге не удастся. Нарушителю придется искать свое авто на штрафстоянке. У нас там не стоянка запрещена, у нас там знаки стоят 327, остановка запрещена по проезду электропарадчиков. Но они стоят все без табличек, работает эвакуатор. Значит, если принимаем решение, дополнительно устанавливаем табличку «Работает эвакуатор», и, соответственно, уже тогда непосредственно будем эвакуировать те машины, которые стоят непосредственно под этими запрещающими знаками. Мнения экспертов будут переданы в городскую комиссию по безопасности дорожного движения. За ней последнее слово в решении вопроса по бульвару электропарадчиков. Надежда Давыдова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.